Всем привет, с вами Прия. Ну что ж, до Battle for Azeroth осталось всего 10 дней, полторы недели. Значит, пора бы уже начать потихоньку осмысливать, что нас ждет в дополнении, и чем бы нам конкретно стоит заняться в виде подготовки к дополнению, и чем стоит заняться в первые несколько дней после выхода Battle for Azeroth, что нужно сделать в первые дни, что можно сделать перед рейдовым кулдауном, а что нужно сделать перед тем, как откроется мифический рейд. Будем ознакомливаться с самой полезной таблицей в интернете. Это мое мнение, что самое главное. Таблица Medivh, сделанная для Battle for Azeroth. Medivh — это человек, игрок, играющий в World of Warcraft, любезно давший таблицу всем людям для изучения, для подготовки к Battle for Azeroth и нормальному, так сказать, действию, нормальному прогрессу конкретно в самом дополнении. И самая главная мысль где-либо помечена красным таким текстом, красным фоном. Итак, мы можем из этого увидеть, что для кого же все-таки этот гайд расписан. Он расписан для людей, которые готовы делать прогресс в игре и которые хотят максимально увеличить свой прогресс в ПВЕ. Именно цель — топ-100 achievement по убийству гуна в мифике. В Battle for Azeroth вводят достижения для Альянса топ-100 гильдий, убивших ласта в мифике, и для Орды топ-100 гильдий, убивших его аналогично в мифике. То есть для Орды, для Альянса два разных достижения. Это весьма интересно на самом деле. И некая гонка после World First будет также продолжаться. На самой первой картинке, на самом первом слайде страницы можем увидеть самый обычный календарик, в котором все расписано. То, что нам стоит сделать. Что это за документ, что это вообще, для чего это, к чему это. Кто участвовал в создании всей этой таблицы, всего этого гайда. Ну и также можно глянуть различные архивные таблицы гайды Легиона и Дренора. Нас это не интересует. Нас интересует конкретно тема легионская. Учтите, что эта таблица еще, скорее всего, будет обновляться, так как компания Blizzard очень сильно следит за событиями на бете, особенно в последние дни. И несколько нерфов касательно некоторых предметов уже было. Ну что ж, переходим к следующей вкладке. Вкладка «Подготовка». Во вкладке «Подготовка» расписана абсолютно вся настройка аддонов, что какие аддоны нам советуют установить, а какие, наоборот, не советуют и по каким причинам. Также абсолютно все расписано касательно полного пака различных предметов до 120 уровня, то, что нам потребуется маунт по воде и какие-либо другие помогающие приспособления при прокачке. Само собой, опять же, если вернуться к самому первому слайду, то если вы не намерены слишком сильно быстро стартовать в новом контенте, то можно просто закрыть эту таблицу и надеяться на свое чутье и на свой разум. Но если же ваша цель – максимальный прогресс в ПВЕ, то будьте добры, ознакомьтесь с этой таблицей. И полностью абсолютно все расписано, абсолютно все листаем, читаем, смотрим. Рассказано даже о том, что какие таланты, какие способности, какие таланты, чести можно взять для какого-либо класса при прокачке, ну, перейдя по ссылке. Этого я делать в текущий момент не буду, но потом, может быть, гляну. Итак, идем дальше. Третья страничка – прокачка. Ой, все достаточно интересно, и тут уже вам нужно самим анализировать. Обо всех страницах я просто скажу общую информацию, чтобы вы понимали относительно кратко, что и для чего где-либо расписано. Итак, скажу самую главную мысль, которую я извлек из этой страницы. ПВП желательно, как вариант, на своих локациях лучше делать. При переходе все это делается по желанию. Конкретно речь идет о режиме войны. То есть при переходе на вражескую локацию там, естественно, будет качаться орда, и если она вас увидит в режиме войны, то, может быть, вы получите люлей, и это замедлит ваш процесс прокачки. Далее. Ресурсы лишние мы не собираем. Самое главное – собрать всего лишь 100 ресурсов для дальнейшего развития всех наших псевдооплотов. Равников без надобности не убиваем, квесты на местности делаем, ну и как-то все, в принципе. То есть листаем, все это дело смотрим, расписано даже из-за чего выбор локации идет, почему такой выбор локации, ну и также абсолютно все этапы прокачки, все шаги даже намного детальнее и намного интереснее, чем это было в Легионе. Идем далее. Вкладка «Война». Это отметки компании. Рассказано про экспедиции, рассказано про репутации, рассказано про прокачку нашего псевдооплота, который будет называться кораблем. То есть, что качать, для чего качать, при каких условиях это можно будет прокачать. В отдельном видосике я даже рассматривал эти таланты корабля, но, по-моему, они не изменились. Вот. И условия вроде бы абсолютно такие же. Да, это классно. Ну и также не забудьте, что аналогично, как и в Легионе, будет такое подземелье, Баралус, в которое, чтобы попасть, нужно получить определенную планку репутации. Вот. То есть, Легион чем-то схож с Батлфу Азеротом. Ну, не чем-то, а многим. На самом деле. Далее. Пятая вкладка. Ежедневный Тодо. Тут абсолютно все расписано, абсолютно все разжевано. Касательно того, какие вещи нам нужно получить. Расписан абсолютно весь упор на какие-либо вещи по типу открытий мифических подземелий, по типу фарма-репутации для этой шеи, с которой мы будем бегать абсолютно весь аддон. Это сердце Азерота. Вот. Как-то так. Да. Далее. Шестая вкладка. Шестая вкладка. Это абсолютно все разжевано касательно механики контрактов. И самая главная мысль, которую я здесь извлек, то, что нам нужно получить дружелюбие с защитниками. Если это, конечно, возможно, конечно, при игре на Хумане, при игре за расу человек, это получить намного быстрее можно. Ну а дружелюбие позволит нам фармить локальные задания при использовании именно этого контракта. Эта репутация нужна нам для увеличения item-левела шеи. Вот так вот. Если мы придем в рейд без превознесения с защитниками Азерота, то item-левел шеи будет крайне мал, то есть на 15 меньше, чем у других наших рейдеров. И, мягко говоря, нам могут сказать, что Вася, гуляй-ка ты дальше, играй дальше в свои другие игры, смотри сериальчики, и вот когда докачаешь при вознесении, тогда приходи к нам в рейдик порейдить. Вот. Далее. Вкладка профессий. Интересно весьма. Все расписано касательно одевания, касательно получения какого-либо дохода даже. То есть, если хоть и ваша цель не является высокое получение достижений в ПВЕ, то эту вкладку тоже, на самом деле, прочитайте. Хотя бы ее с целью Голдфарма тоже весьма полезно это понять и весьма полезно познакомиться конкретно с этой вкладкой. Вот. Расписано о том, что не нужно выкидывать зеленку, не нужно выкидывать редкие вещи, так как мы можем ее распылить в утиле. Есть видосик на YouTube-канале моем, в котором я рассказывал о второй жизни вещей в Battle for Azeroth. Там я подходил к утиле Трону, всувал вещички, с этого получал различные ресурсы. Речь в текущий момент шла именно об этом. Идем далее. Сердце Азерота — это ожерелье, как я уже ранее говорил, с которым мы проходим абсолютно все дополнение. К этому ничего не поменяется, и действительно это сердце Азерота будет нам служить верой и правдой до выхода обновления 9.0 через два года. Так вот, расписано о том, как она качается, каким принципом, сколько нам нужно получить силы Азерита для того, чтобы прокачать, сколько это всего будет нам израсходовано для получения какого-либо левела шеи. Также расписано, где фармится все это дело, поскольку, с каким интервалом. Ну и все в этом духе. Обязательно рассмотрите эту страничку. Далее касательно Азеритового экфипа. Это девятая страничка. Ну что ж, нам стоит хоронить Азеритовые вещи, особенно с четвертыми тирами. То есть, начиная с 340-го вейтм-левела, лучше засолить эти Азеритовые вещи и держать их в сумках, не просто распылять ради реагентов. Так как смена талантов очень дорогая такая услуга и увеличивается в два раза при каждом действии. Но, что самое интересное, она все же уменьшается, эта цена в два раза, но лишь раз в три дня. Также Азеритовые вещи нельзя передавать, даже если у вас есть больший item-левел этой Азеритовой вещи в сумках. Ну и эти Азеритовые вещи никак не могут прокнуть ни Warforge, ни Titanforge, увы. Так что внимательно смотрите при прокачке Азеритовых вещей и сказать-то относительно культурно. Халатно к этому не относитесь. Обдумайте свои действия при прокачке Азеритовых вещей. Далее, на 10-й странице рассказано некоторое одевание, некоторое, так сказать, одевание даже во время прокачки. Во время одевания, также во время... одевание во время рейдов, до рейдов, и все в этом духе. Расписано все касательно тринкетов, оружия, нашего именно амулета, любимого, различной бижутерии, Азеритового эквипа. То есть общая информация о эквипе, который мы можем собрать при игре в Battle for Azeroth. Далее, 11-я таблица. Она уже актуальна с того момента, когда стартанет Mythic Plus и откроется рейд Uldir. Это случится 5-го сентября. Да, совершенно верно. Небольшое изменение в механике Mythic Plus ключей. Тиранический модификатор и модификатор укрепленный теперь будут со второго ключика. Ну и начиная с 10-го ключика будет модификатор зараженный. А модификатор 10-го ключа будет ежесезонно меняться. То есть сезоны Mythic Plus длятся 3-4 месяца, насколько я правильно помню. И через 3-4 месяца вместо зараженного будет какой-то другой интересный модификатор. Ну и тут расписано об этом модификаторе. Рассказано о бафах классов. То, что маги, присты, воины, охотники на демонов и монахи нынче имеют полезность. Как для рейда, так и, конечно, в Mythic Plus. Ну и то, что мы можем заиметь в виде какой-либо химии и всего прочего для улучшения нашего персонажа. Предпоследняя вкладка фронты. Я абсолютно ничего не могу сказать об этом, потому что уже все сказал, во-первых, на стримах, ибо сидел там весьма хорошее количество времени. И мои мысли тоже совпадают абсолютно со всем тем, что расписано здесь. Ну и вкладка PvP, которая, честно говоря, не думаю, что вас заинтересует, а меня она в принципе не интересует. Ну, если же оно вам интересно, то, конечно, познакомьтесь. Вот такая вот табличка, такой вот гайд, такие рассуждения весьма на самом деле интересные, весьма на самом деле сжатые, но самое главное, я извлек из них главную мысль и для себя очень много извлек для увеличения своей полезности во время прокачки и во время выхода контента, ибо являясь стримером, все-таки человеком, который подкован к ютубу немножко, нужно разбираться и в игровой механике, и во всем прочем. Ссылочку, конечно же, оставлю в описании. Огромное спасибо этому человеку за предоставленную таблицу перед выходом в УФА. Это самое главное. Самое главное, чтобы информация была актуальной и тут расписана вся актуальная информация. Обязательно с ней познакомьтесь. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. До скорого.